Добрый день! Сегодня проводим очередной стрим. Я сегодня буду говорить на русском языке в виде такого одного из исключений, потому что необходимо давать информацию всему миру. Мы должны сейчас показать то, что происходит в разных странах мира. По-прежнему мои стримы будут происходить в основном на украинском языке, но иногда я буду давать еще на русском. Я вернулся только что из недельной поездки на Донбасс. Я видел обстановку в очень многих наших боевых частях, на многих угрожаемых направлениях. Был лично, был в Попасной, был в Бахмуте, Троицком, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном. Поэтому, имею представление об обстановке на разных участках, говорил со многими нашими воинами. Поэтому, имею представление о том, что сейчас происходит из первых рук. И сейчас, когда Россия нагнетает обстановку, что на Донбассе котел, на Донбассе окружение, очень важно сохранять трезвую голову и понимать, что все, что происходит в российских медиа, все, что нам рассказывают, это исключительно информационная война. Ситуация всегда диаметрально отличается от того, что дает Россия. Всегда по-другому все происходит. И сейчас я вам покажу то, что я видел, то, чему я являюсь очевидцем, то, с чем, может, можно проверить легко у тех людей, поговорив, кто находится непосредственно там, на Донбассе. Опять-таки, моя информация, которую я даю, она проверяемая, поскольку я являюсь очевидцем, отвечаю за все, что я там вижу, могу указать время, место моих наблюдений тем людям, кому я доверяю, конечно. Поэтому я стараюсь всегда опираться исключительно на факты, а не на какие-то представления о ситуации, которые не связаны с реальностью. Опять-таки, я всегда на ВКонтакте, очень многие люди меня знают, мой Фейсбук, всегда мессенджер открытый для комментариев, разумных идей. Итак, что хотелось бы сейчас понимать? Сейчас идет очень массированная информационная кампания, что вот второй этап российского вторжения, опять Россия наступает, окружает, будет котел, что-то будет плохое. Отчего это все идет? Безусловно, в начале войны мы допустили окружение Мариуполя. Безусловно, мы сейчас не будем в данный момент говорить о причинах, почему это произошло, но, безусловно, окружение Мариуполя это тот сейчас повод, которым размахивает российская пропаганда, рассказывая, что вот сейчас будет так же, как в Мариуполе, в других местах. На данный момент давайте посмотрим на факты, на обстановку, которая реально есть. Мы пройдемся, чтобы вот то, что Россия пытается обмануть вас, людей во всем мире, пытается запугать, дискредитировать, чтобы мы почетко прошлись по фактам. Итак, давайте глянем на ситуацию на фронте общую карту, прежде всего. Итак, направление движения российских войск. Так вот, в общем, посмотрим, где сейчас в данный момент идут бои. Вот эта линия фронта не меняется уже, по сути, с 1 апреля. Вот как была обстановка вот сейчас, уже 3 недели, обстановка, по сути, неизменна. То есть, в первых числах апреля российские войска, то есть, в конце марта российские войска были разбиты под Киевом, Черниговым и Сумами, потерпели тяжелое поражение под Харьковом, враг был отброшен на целом ряде направлений, и российские войска просто панически сбежали, бросив огромное количество боевой техники, вооружения, трупов, пленных, сбежали из центральных и северных районов Украины. Боевые действия на данный момент сосредоточены сейчас на юге и востоке. Надо понимать причину, почему это произошло. Это произошло не потому, что Россия применила второй этап спецоперации. На самом деле, Россия провалился первый этап спецоперации. Да, спасибо за карту. Да, у России провалился первый этап спецоперации. То есть, попытка захватить Украину, уничтожить наше сопротивление, сломать мобилизацию украинского государства и общества, разрушить нашу систему обороны. Все это провалено. То есть, Россия проиграла в начальный период войны. И теперь они пытаются выполнить более ограниченные задачи, поскольку Россия понимает, что у нее гораздо более ограниченные силы. Не потому, что Россия что-то передумала. Они вынуждены действовать так, как им позволяет украинская армия, украинский народ при поддержке наших международных партнеров, при поддержке наших союзников. То есть, это Украина сейчас диктует в целом стратегическую инициативу. Но, безусловно, надо понимать, что перехват стратегической инициативы, проведение мобилизации, развертывание мобилизационного государства, накопление запасов вооружения, которых в Украине не было, как мы знаем. К сожалению, запасы вооружения перед войной не были созданы. Но теперь, после начала войны, когда весь мир увидел это героическое, жертвенное сопротивление украинского народа, этот профессионализм и мастерство наших воинов в целом ряде участков фронта, это дает нам возможность получать вооружение и запасы вооружения из-за рубежа. И действительно, это с каждым днем политически, организационно мы решаем эту проблему. И нам это помогают решать наши партнеры, союзники, даже те страны, которые еще вчера говорили, ничего не будем поставлять в Украину, никаких вооружений. Сейчас принимают решение о том, чтобы либо уже отправили, либо в ближайшее время увеличат объемы помощи. Что бы я хотел сказать в связи с этим, как это влияет на обстановку на фронте? Давайте посмотрим карту прежде всего Донбасса. Да, вот российское командование говорит, сейчас мы проведем окружение. Так вот, вот эти стрелки, а битва за Донбасс на самом деле, она не прекращалась. Мы ее сейчас называем, что вот на Донбассе идут бои, вот вторая фаза, ну вторая фаза, это из-за невозможности реализации первой фазы сделали вторую. Поэтому давление на фронте продолжалось с самого начала. Вот мы должны увидеть, там на карте у нас вверху Балаклея. Она была захвачена российскими войсками еще 2 марта. С тех пор противник атаковал по направлению на Изюм. Изюм противнику удалось занять в конце марта, но с тех пор прошло уже более трех недель и противник продолжает наступление на двух направлениях, на Славянск, через Довгеньки, на Барвинково. Но продвижение меряется километрами. Очень медленно идут российские войска, ползут практически. И почему так происходит? Потому что на самом деле они получают все это время очень сильное сопротивление украинских войск. Да, безусловно, много резервных частей. Да, это большие потери. Да, у российских войск, надо сказать, превосходство. Почему они вообще идут? Да, давайте спросим, если их разбили под Киевом. Россия продолжает наступление, наступательные операции на востоке и на юге по одной простой причине, понятной для всех, кто на фронте. Превосходство в вооружении, в боеприпасах по-прежнему остается на стороне России. Российская армия к войне готовилась, поэтому очевидно, что у них есть превосходство в боеприпасах. И мы, к сожалению, вот именно это основной фактор продвижения. Я был в попасной, и, конечно, российская артиллерия работает просто безостановочно. Даже когда нет каких-то атак, все равно каждую минуту-две разрыв, 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 разрыв. Как только противник обнаруживает какую-то цель, сразу обстрел. Днем движение по дорогам всегда противник стремится обконтролировать с беспилотников и наносить удары по дорогам. То есть, безусловно, наши воины ведут оборону, героически сражаются, но вот этот постоянный огонь артиллерии, безусловно, это большая проблема. У противника превосходство в боеприпасах. Наша артиллерия имеет хороший уровень подготовки. В целом, мы не уступаем по качеству врагу, но количество боеприпасов, которые выстреливает российская артиллерия, безусловно, превосходит нашу. Это основная проблема сейчас. То есть, это боеприпасы, снаряды. А только, вот поэтому объясняется вот это медленное продвижение, вот эти черточки, стрелки на карте, да, это все потому, что Россия не может зайти куда-то, продвинуться куда-то, не выбросив эшелоны боеприпасов. И наши люди держатся на позициях до конца. Вот меня спрашивают про, был вопрос, про криминую. Сейчас точно спрошу, скажу. Да, оптимист, 1971. Есть ли риск полного окружения наших сил на Донбассе не за день-два, а в течение нескольких недель? Вот смотрите, риск на войне есть всегда. Да, война без риска невозможна. Безусловно, мы воюем с одной из сильнейших в военном плане стран мира. Когда-то она считалась, два месяца назад, второй по силе армии в мире. Сегодня Украина ее опустила. И понятно, что по боеспособности Россия с нами тягаться не может. Но техническое превосходство работает. На открытых пространствах юго-востока Украины превосходство в российских войск, в тяжелой боевой технике, артиллерии, авиации безусловно сказывается. Там для нашей превосходной пехоты нет укрытий. Это не леса, это не урбанизированная местность на севере, в центральной Украине. Это открытая местность. И противник может реализовывать свое преимущество в технике. Они пытаются выбить наши боевые подразделения. Наши воины, на самом деле, просто героически держатся на этих позициях под обстрелом, постоянным обстрелом. Там действительно очень сложная, тяжелая ситуация на целом ряде направлений. Но пройти где-то без сопротивления какой-то метр российская армия не может. Везде они проходят с огромными потерями, везде наши воины делают все, что возможно. И нам необходимо сейчас сосредоточить все усилия, чтобы прежде всего преодолеть снарядный голод. Необходимы боеприпасы на фронте. Все эти продвижения будут остановлены, если на наши орудия на фронте будут подаваться снаряды. Они остро необходимы. И тогда вот эти стрелочки, они просто исчезнут. Наша армия во всех боевых столкновениях, там где у нас есть не превосходство в боеприпасах, а просто есть какое-то количество средств поражения, всегда наносит врагу урон. И в большинстве боевых столкновений, прямых столкновений, где есть какие-то сопоставимые силы, украинские войска имеют преимущество. Особенно там, где речь идет про организованную оборону. К сожалению, там, где противник может атаковать, реализовать свое большое преимущество в технике, безусловно, наши воины держатся, зарываются в землю, и многие недели оказывают ожесточенное, эффективное сопротивление, бьют врага. Но когда система обороны перемешивается с землей, в таком случае, конечно, приходится отходить. Такая ситуация возникла у нас на Донбассе. Я думаю, многие знают, мне сегодня задавали вопросы. Произошло, потому что действительно там удалось сосредоточить противнику, крупные силы, артиллерии, танков. И нехватка боеприпасов не позволила нанести этим силам сразу такое поражение, после которого бы они откатились. Поэтому, что я вижу на данный момент, и что важно понимать. Главный удар на данный момент, наибольшее такое приложение основных усилий, идет не на окружение Донбасса, а на то, чтобы все-таки выбить наши войска с территории Луганской области. То есть, создать угрозу окружения, заставить наших отойти от рубежного, северодонецка или сечанска. Думаю, что российское командование хочет доложить хотя бы о такой перемоге, что вот мы захватили целую область Украины. Опять-таки, это все под дату делается. Поэтому идут серьезные атаки с разных направлений, практически везде они отбиваются, несмотря на нехватку боеприпасов. Но на ряде направлений враг, вот криминная действительно сейчас, а российским войскам удалось захватить. Еще раз подчеркиваю, если бы на этом направлении наша артиллерия была обеспечена снарядами в необходимом количестве, все эти сосредоточения войск, все бы это было разгромлено. Противник бы не прошел. Также я был в Попасной, могу вам сказать, что здесь тот же самый вопрос. Снаряды. Снаряды, да, у нас нет запасов снарядов, к сожалению. Нам нужны новые поставки снарядов от наших западных союзников. Проблемы у западных союзников еще с тем, что запасы того калибра, какой у нас есть, 152 мм, по каким-то мы еще не получили нужные разрешения, возможно, нам еще не все поставили, но, в принципе, эти снаряды в странах НАТО не производятся в массовом количестве. Это то, что осталось от Советского Союза. Это небольшие объемы производства, очень, и обеспечить все потребности в большой войне, 152 мм, ну, нам не получится. Какое-то время нам необходимо на замену, мы это еще позднее будем говорить, нам нужен калибр 155 мм. Поэтому хочу сказать, что во всех этих районах, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Бахмут, Попасное, вот везде, где я был, наши войска сражаются просто отчаянно. Это реальный массовый героизм. Да, спасибо за карту. Это массовый героизм. Это действительно люди рискуют собой ежеминутно. Противник наносит удары по различным объектам. Но делается все возможное, все возможное для того, чтобы отразить российские атаки. Люди на фронте действуют выше всяких похвал. Безусловно, нужно понимать, война показывает, что у всех воинских частей разный уровень боеспособности. Наиболее высокий уровень боеспособности, превосходящий российскую регулярную армию, это у наших кадровых воинских частей, кадровых бригад. Это наш главный потенциал оборонный. То есть слаженные коллективы, наличие хорошо подготовленных сержантов, офицеров, которые работают как один коллектив и имеют определенный уровень профессионализма. Это ключевой стержень сопротивления. Второе. Безусловно, у бригады есть корпуса резерва, есть части территориальной обороны, есть добровольческие формирования. Там уровень боеспособности, безусловно, очень различный. Далеко не у всех есть слаженные коллективы, командные кадры. Далеко не у всех есть необходимое, хотя бы минимальное обеспечение, слаженность, подготовка. Далеко не все экипированы надлежащим образом. То есть здесь уже все очень сложно. Иногда бывает по-разному. И большие наши потери связаны с тем, что не было подготовки. И вот из этой подготовки, безусловно, на фронте происходит... Есть жертвы, есть серьезные жертвы. Нужно понимать, враг, мы бьем врага, и мы несем потери сами. И вот это время, каждый день, которое выигрывают наши воины, в том числе ценой своих жизней, ценой страданий, испытаний, это время надо использовать для того, чтобы все-таки максимально эффективно ускорить мобилизацию, максимально эффективно использовать наши силы, какие у нас есть. В конце мы поговорим, что может сделать гражданское общество. С моей точки зрения, делается огромное количество... Без гражданского общества, народа Украины, помощи диаспоры, друзей Украины, мы не можем себе даже представить, что бы было. Это народная война. Снабжение, обеспечение армии просто кровно зависит от поддержки гражданского общества, волонтеров и всего мира. Огромные поставки. Поставки просто в огромных масштабах. Фуры помощи отправляются просто людьми, волонтерами, народом. Просто колоссальные объемы помощи. Именно благодаря этому прошло... Планы Путина все срываются. И на самом деле Украина очень близка к перелому. Мы близки к тому, что у нас не только будет стратегическая инициатива, мы и тактическую инициативу захватим. Если у нас будут боеприпасы, и прежде всего боеприпасы к артиллерии. Ствольная артиллерия, мины к минометам, все то, что говорилось много лет до войны, сейчас это, к сожалению, рельефно проявляется в ходе масштабных боевых действий. Отсутствие собственных запасов и пауза, которая нужна между политическими решениями на Западе и фактическими поставками на фронт. Сейчас хочу сказать, все силы максимальные, особенно силы боеприпасов, боеприпасы, вооружения, необходимо, остро необходимы, конечно, на севере, на северном направлении, направлении рубежное, направлении Лисичанска, направлении Северодонецка, направлении Попасной. Именно там российские войска сейчас сосредотачивают основные усилия, и они очень быстро хотят захватить Луганскую область. Это серьезная проблема, с которой нам необходимо решить и привлечь внимание. Я поэтому так говорю откровенно, потому что, без деталей, но достаточно откровенно, потому что ситуация на фронте стабилизирована. Мы не идем вперед, и враг где-то идет, просто по причине того, что нужны снаряды. Нам нужны снаряды. И мы погоним Путина назад.